тех вольных сталкеров приветствую с вами как всегда андрей продолжаем прохождение модификацию павший звезда честь наемника платформы stalker in чернобыля настоящий момент я нахожусь в мертвом городе здесь я наблюдал эпичную битву между долговцами и свободовцами к сожалению она была очень сильно кровавый я вообще против таких вот разборок в зоне до с такими вот потерями между группировками но ладно война у нее значит война пусть воюет долго свободы вечного них проблемы какие-то друг другом но это ладно мы в мертвом городе и вот что а это значит в первую очередь знаешь что у нас задание главное наше самое главное сюжетное по поводу грузовика теперь нам предстоит отыскать грузовик вот и посмотрим что из себя это грузовик представляет тимка мамонт привет еще тоже я обратил внимание когда долго с свободовцами перестреливаясь я слышал голос зомби ну то бишь зомбирные были а вот смотри либо он пьян либо он зомби то есть среди долговцев как минимум были зомбирные судя по всему конечно не факт час уточним кто он такой ты глянь какой челюсть отвисла но все это точно попал под выжигатель лейтенант хвостов тут и я бы хочу домой тут и это неважно тебе предупреждают последний раз не пытаясь обмануть кто где-то и увидел да ничего не понятно так ну и бронетранспортер последний раз я на таком мертвом городе колесил знаешь когда когда фотограф играл было и были времена то конечно не особо до трясется как как не знал что если бы здесь были зомбачки я бы их сейчас быстренько всех почистил будет какой-то же отряд собрался ой вот это меня выкинула а на этом тоже можно есть нет нельзя ленин а что за собрание у ленина парад 1 мая что ли всемирный день труда тут вообще военный вояки до военные нейтральные а здесь кто у нас обитает сержант грач сальвадор бунч вот кстати уникальные имена возможно есть смысл с ним поговорить попробовать может быть они нам что интересного сообщат или работенку какую-нибудь интересную подкинут в принципе то почему нет он смотри сидят но у них у всех челюсть отвисшие они вот прям действительно попали под излучателя это один видишь обособленно держится ото всех остальных ну ладно мне это вообще ни о чем пока что не говорит ладно пока я не понимаю где может быть грузовик так а ты тут что стоишь горячулин военный на миникарте отобразился еще и труп давай посмотрим доцент мухин странно что здесь ученые делают точнее чего вот этот один здесь делает может быть была какая-нибудь экспедиция не его потеряли но допускаю допускаю тут здесь осматриваешь до ценное нет просто смотришь ладно 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 вон вояки похоже что бтр чинит здорово мужики зомбированные ясное дело зомбированные поэтому чего чтобы говорить однозначно так опа на ну-ка пойдем глянем кто там у нас соответственно посмотрим голос из преисподния так всех распугаешь меняющие лица вот механизм который ты ищешь я выполнил со своей стороны условия договора твоя очередь я сам нашел его нет это я привел тебя всегда если ты откажешься соблюдать нашу договоренность я приведу в действие взрывное устройство и уничтожил механизм так спокойно приятель я отключу барьер а после этого начну охоту на тебя тебе ними не остановить убирай с моей дороги насколько мне известно здесь по-разному будет сюжет идти если мы какой-либо из этих вариантов выберем давай выберем пока первый на на найти грузовик короче расквитаемся мы с ним ну и сам грузовичок вот он долго мы его искали с собой соответственно он выглядит по-другому не так как было на через до в третьей части сообщить юга найденном грузовике новое задание успех ну и соответственно чтобы сообщить юга об успехе операции достаточно нажать на кнопку радиосканер в окне инвентаря о как вот я понимаю боя борьба с беготней вот это я понимаю так и задание выполнено теперь найти дорогу на станцию 2 вывести ковчег из мертвого города до станции 2 попробую еще найдитесь вообще никаких путей для отступления то нет а мы можно теперь его перегнать до свободно да ну ехать то я всегда успею вопрос только где мне искать переход скорее всего вот мост да вот мост на вот это вот дороже нико куда ведет у нас я так понимаю нам надо сперва открыть на пути пути сперва надо открыть 1 разберемся что-нибудь с придумаем а вот здесь вот на хуторке появились вражебные сталкеры представляешь службу безопасности g rc на чем уж постреляем чутка я уже думал может мирные а думать надо меньше стрелять чаще гады устроили блин здесь лагерь себе да что ж ты все играешься андрюх ё-моё в конце-то концов сюсюкаешь с ними а идет фигню страдаю так но у меня есть ножи давай еще одного завалим где где он здесь тихо тихо готов готов у них можно брать патонов для даггера еще один хуторок да здесь у нас находится есть он какой-то сталкер долговец да за кем-то наблюдает не загораживаю поляну братишка меня спать меня пасешь да ты гонишь я тут недавно видел своих дружков видел опять эта тварь вот что я тебе скажу брат мочить это падал надо не бегать от него согласен слушай снарягу мою не посмотришь жетон у меня есть ваш долговский посмотреть могу а толку я не механик могу ремонт набор задарить него как раз без надобности спасибо пригодится на дорогу а дорогу на станцию покажешь закрытая информация боец ну спасибо за реком ремкомплект дружище хотя честно говоря я особо то и не нуждался в ремонте брони и в ремкомплекте да потому что у меня уже был ремкомплект ладно может быть продадим кому-нибудь никого пока я плане перехода имеется ввиду не нашел нашел только опять быть по всему охрану джи эрсе этом давая сейчас ликвидируем быстренько он смотри видишь костян крест уже по мне стреляют даггер штука конечно хорошая а это приближает хорошо не вижу ладно пойдем ближе не отрываться готов готов интересно сколько их здесь контакт показывается нет пока не показывается во фелька косяк ты глянь и винтовочки вот все уникальные какие-то так есть еще по моему да человека 2 готов где еще один ты кто был костян крест о здесь пятеро да получается там четверо был на том хуторке а емко паразит должна и он шестеро они пока еще меня не видят на не ощущают мое присутствие их тут по кругу одного за другим фигакс патрончик голову ты глянь даже как-то не честно что ли конце концов а то понимаешь ли арендовали они значит зону насколько там лет что вы думали охрана здесь у вас будет деньги отрабатывать так сказать по полной компания джерси даже не обсуждается да все по моему это по моему все ладно еще один отряд вот нарисовался вот здесь вот долговец он ходит вообще не реагирует третье уже до получается по счету я просто вот их хожу тупо валю но я пока не понимаю зачем мне вообще это надо потому что делать небесе больше нечего ну давай все равно я тут хожу исследую ну то есть моя сейчас задача заключается в чем просто тупо бегать по локации в поисках чего-либо интересного я вообще хотел найти переход на чс но перехода пока на чс к сожалению так там долговец к сожалению я пока не нашел зато нашел вот этих вот всех отморозков от которых я считаю надо избавляться наемники да вот как капитан капитан лещов капитан лещов но я пока его не вижу где он тут есть так мужики вот у меня вообще сейчас путайте где-то сохранился ну тут на по периметру может быть доме где-нибудь я буду искать здесь наверно с этой стороны вот там смотри да я хочу сказать что у компании grc большие проблемы с такой охраны если они так будто охранять о подожди pda файлах есть карта с указанными на ней координатами переход на станцию 2 вот это мне и надо было то есть не зря я здесь носился по идее должен у меня быть открыться уже переход кпк мухи на файлах есть карта с указанными на ней координатами перехода на станцию 2 на станцию 2 на карте переход не появился а на станцию 2 понятно 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 появился появился появилась метка пожалуйста переход работает единственный только нюанс грузовик у нас находится вот где-то здесь сюда на той стороне или нет здесь находится грузовик у нас ну сейчас побежали туда чуть делать такая наша здесь жизнь сталкерская носиться туда-сюда или не здесь я уж потерял грузовик я уж не помню он находится нет не здесь здесь где-то ну что родная поехали заводись вот поехал молоковоз нет третью лица намного удобнее рулить смотри ей такой на джей джей нормально сейчас тут наверно прыгать сигать будем да так аккуратнее ну мертвый город и знаешь локация биловская опять-таки смотри какая огромная что говорит нам в очередной раз что скорее всего предполагался транспорт дороги тут видишься есть поездить ездя так аккуратно ну и все дело в шляпе осталось только доехать можно по пути пока еду хлебушка с тушенчиком энергетичек хлебануть наверное и починить можно до ремонт автотранспорта как это вообще реализовано мы с тобой ни разу транспорт не чинили давай сохранимся а то что-то вылет будет а что-то неактивно да ладно наверное не все так просто как кажется хьюго отличная работа джей джей осталось только доставить грузовик к месту эвакуации там мы встретимся удачи угу а место эвакуации у нас будет ага ну поехали поехали ой что это что это что это как-то пошло все не по плану давай туда лучше с первого лица а так хорошо все начиналось а ну здесь сейчас 3 часа будем объезжать да здесь же все перекрыто здесь же напрямки то не проедешь да здесь надо сейчас все объезжать ладно тут видишь прикол какой вот вроде по железной дороге можно проехать но здесь вот ворота закрыты поэтому пришло и приходится в объезд аж вон где вот они открытые ворота прямо в них мы мы прямо в них мы заезжаем ха-ха-ха и кранты начиная ваша песня хороша начиная сначала да мины 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 блин ну все равно я влетел короче в мину ха-ха тоже все дымит вовсю пойдем разминировать видишь что придет сейчас делать минер в деле вот где они да до да чтоб тебя так минус мина а ну и вроде бы все да вроде бы все в общем то знаешь здесь несколько вариантов развития событий может быть вот от этого грузовика в общем-то можно избавиться но подорваться на меня и появится как бы запасной вариант но тут знаешь как насколько я знаю из той информации которую владею ваша песня хорошо начиная сначала да вот запасной вариант сразу эвакуации 2 появляется все равно она будет ехать к точке первоначальной точки где нам к юга отметил и в общем то ничего это ни на что не влияет обратил также внимание что запрос запас прочности моего грузовичка то падает поэтому видишь наверное я и даже и не доеду просто разорвет вы сейчас на части все но попробуем просто ради интереса я сомневаюсь что я успею на видишь там уже и пышечка децил осталось сейчас еще наверняка какая-нибудь мина путь по пути это стоп 100 пудов да да видишь как то есть нельзя допускать такого варианта чтобы грузовик попал на меня большин ужасное задание на самом деле я даже не ожидал что так получится но мне просто не хватает то ли терпение то ли внимательности я постоянно подрываюсь на минах причем на одних и тех же в общем я что сделал вышел сейчас и весь свой предполагаемый маршрут разминировал до бегал здесь разминировал эти мины кидал по ним болты не тут все благополучно взрывались и тем самым я наверное сейчас даже сэкономлю себе больше времени но потому что действительно там не хватает меня терпения еще тут вот видишь нет нет а мин найдешь а дело в том что еще и как бы возможности вовремя остановиться тоже нет вот едешь 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 вот нажимаешь на тормоз то есть тормозной путь еще какой-то присутствует поэтому как бы велика вероятность нарваться титана мину ладно попробуем доехать вот да твою мать а а внеца не что ли эти мины я не знаю ну чё хоть вроде подвез грузовичок-то на задание чуть не обновляется давай точно в центр метки все эвакуации 2 задание выполнено ну и у нас тут появляются он долго в церкви капитан уваров немедленно покинуть зону гранатометчики джей джей какого хрена вы творите а ты кто такой мне обещали награду за помощь на интерьер пришел получить свое понятно начальство в бункере двигай туда наемник ох эти долговцы ох эти долговцы вот она вся отличная переписка немедленно покинуть грузовик у тебя три секунды гранатометчики залп ну и дальше я соответственно уже прочитал да двигай говорит в бункер бункер у нас и его мои его побежали почти что на месте все тут без изменений никого ни души вообще 0 ой блин ё-моё теперь напугал тварюга и гляня нарисовался ну и сразу я появился какой-то странной комнате или порт ну и мне ничего не остается там тоже какой-то ящик был подойдем к ящику обыскать тайник я его не могу обыскать после перезагрузки тоже никакого эффекта но прыгнем то в телепорт потерян предмет люгер п 08 а чего это так а у меня вообще все потеряно инвертор только остался письмо и ксеноформа а деньги не на деньги остались деньги остались ну здорово мужики у вас тут главный ты главный ну вот и свидетель с джун джун мы знакомы как полковник панца нет но я наслышан о твоих подвигах два из них сложно будет простить и забыть во первых ты спас ту суку рипли тогда как надо было ее пристрелить как бешеную тварь рипли пристрелить да ладно хватит тебе чем чем те это девчонка то не угодила она платила пусть так но ты спасал ее второе на второе знал ваньку гитлера ваньки для это в первой части помнишь дала не должник стрелка был модификация апокалипсис видел перекрестие прицела он убит зря командир на меня грешишь зачем он мне вот именно зачем зачем убивать самого никчемного бойца долго я не делал этого о чем вы говорили с железной мордой на мосту в мертвом городе сам не понял требует выполнения какого-то договора послал его куда подальше на том и расстались зачем тебе грузовик с капсулой контракт по нему я больше не работаю это значит ты свободен сейчас но абсолютно вот задание наемник найти ликвидировать рипли долг хорошо платит за работу мне уже заплатили жетоном пустышкой выполнил задание рассчитаемся за все сразу отказ не принимается ладно я согласен вот и отлично но сначала небольшая проверка войдешь саркофаг и зачистишь его от наемников их примерно полтора десятка свою снарягу оставишь здесь заберешь когда вернешься полтора десятка 15 человек всего лишь но понятно свет саркофаги мы вырубим чтобы тебе легче работать выбирай ппш с полным магазином или четыре метательных ножа и покажешь свою крутость ппш с ппш то наверно все таки ппш же ппш машинка что надо не подведет конце концов а у меня вообще но 5 аптечек от радиации сразу повесим артефакт висит все мои артефакты ушли все все что нажито не по сильным трудом ее мое через еще происходит пока все долгаться выбираемся до саркофаг из бункера тут куча бойцов выход стерегут ой тут уже кто-то капошица ё-моё тихо готов один ой смотри башка так четыре человека есть раз два три четыре пять шесть семь восемь и полтора десятка сказал панцир да здесь человек 40 50 наверно человек 50 фигеть а я с ппш но надо брать у них все что есть все что попадается о ппш там и против современных наемочков ничего да и в наше время жар дает так ну чё берем пока все у меня же даже у меня же даже до скелета моего нет офигеть мне лишили абсолютно всего не детекторов ничего только радиосканер остался представляешь блин на этом этаже все не все сейчас я сейчас возьму все все что у них есть вот и сейчас лишь не буду поступа выкидывать наверно так да там еще сидят балбесы да что ты говоришь минус говорю ппш рулит вообще шикарно так все забираем все соответственно забираем а дальше меня спускаться надо да скорее всего так ладно скидом все лишнее странно стволы все на удивление пустые почему не знаю почему патронов от собрал только то что у них был в рюкзаке а сами стволы все разряженные непонятно так здесь тоже возьмем все соответственно но и тут надо уже спускаться вниз на скорее всего да вот он глаз так это минус но 9 бинтов то у меня есть пока смотри засел как чуть не не подорвался нарвался на эту бестолочь а так стоям ба я конечно все понимаю вас много вы серьезно настроены готов по-моему да может в ту сторону пойти похоже еще и трупы попадают ну чё согрелся 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 мужик так пойдем дальше здесь пусто что здесь тишина минус минус сразу же всех осматриваем стволы даже подбирать не буду их не разрядишь ничего не пустые почему-то так что берем патроны которые просто-напросто в рюкзаке да и все просто то что в рюкзаке так вот уже артефактики пошли не может не радовать да вот давай вот это так радиоактивные артефакты давай здоровья пусть восстанавливается какое-никакое потихонечку здесь у нас монолиту проход сейчас не до монолита калады ты выдержал затылок пулю бывает бывает понятно тихо откуда стрельба ё-моё у меня тут у меня тут канистра как бы они ее не подорвали так стой вот здесь бросим одна пуля и изрыв будет не вижу где он вот он минус минус говорю человек 50 сто пудов если не больше так этих я не обыскивал но я отсюда пришел вокруг короче получается прошелся ну давай уж обыщем кто и узнает чё к чё может пригодиться все теперь к лестнице идем теперь наш путь к лестнице так аптечку используем это бутылка водки не берется нет это бутылка водки не берется вот эти все таки подлови подловили а это у нас минус это тоже а о-моё они чё тут на каждом шагу что ли сидят так ну давай 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 чё-то надо брать потому что у меня аптечек то маловато да вообще мне всего маловато антирада в том числе хотя в принципе патрунчик я думаю хватит да можно наверное не собирать кто его знает как тут дальше сложится он винтовочка внизу валяется на тупала видишь защиты от радиации то нет совсем минус 20 чё такое минус 20 для саркофага это водкой спасаться вот пожалуй сидит да мужики кто вас вообще в наемники взял кто меня взял да и не видно их а вот у тебя картиночка будет посветлее в лес влепили мне я тоже могу гранат кидать так мужики чего ж там у вас ну вроде там утихомирил более-менее на так ты из патрон да хватит меня смотри-ка плюночка плюночка досталось мне так это мертвый аптечки бинты берем сразу патроны хрен с ними патронов вполне все хватает ага блин тут целая толпа и по углам сидят еще добавок да молодцы какие же все таки метки ага ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой прям здесь гранатка хорошо хоть не зацепила но контузило минус так это тоже скопытился да хорошо хоть как его господи забыл короче что хотел сказать хорошо что я не знаю что хорошо так тихо так аптечки еще есть отлично блин ну дофига их и все щелкает счетчик и щелкает сколько вас здесь 150 вообще не заканчиваются хорошо что учет еще можно с них взять он аптечки какие-то падают а он там гранат кинул неудачно ну там теперь сейчас полный саркофаг опять кстати артефакту сколько выпадает не может не радовать да понятно ведь видел там человек смог полез лутаться вот там копошится прям слышу так пистолет вот эти нафиг так минус один наверно с той стороны тоже кто то есть а так опасный уровень радиации ё-моё это я влип да тут везде опасный уровень радиации куда не сунься давай научную что ли минус 2 это минус 2 он сидят наглую а так еще минус 2 надо еще в ту сторону сходить так еще один да блин щелкает и щелкает счетчик сколько же здесь да давай в эту сторону сходим по-любому кто то есть нету да ладно не может такого быть ну я в общем то хотел сюда зайти по большей степени на солдат этих плевать ну пожалуйста падают аптечки патрончики то есть как бы жить можно ну и радиация радиация здесь убивает ну понятное дело саркофаг все таки ничего не поделаешь ну-ка опа экзоскелет экзоскелет да можно все взять давай сразу его нацепим ух ты душа рыбка ночная звезда хорошие артефакты хорошие рыбку сразу сюда смотри как прибарахались да здесь ну и все сваливаем можно в принципе идти дальше можно в принципе идти дальше обязательно перезарядочка ну и включу я прибор ночного видения он такой не очень вот но куда бедно он со своей ролью справляется в темноте мы видим да замечаем всех враждебных сталкеров уже как бы хорошо вот единство только не могу понять а чё у меня радиация 10 плюс 5 добавляет минус 20 сейчас нет давай сниму давай сниму артефакт потому что непонятно сейчас как все это закончится с радиацией прям беда ну и за сайт сидят сейчас откуда-нибудь выглядят сто процентов вон глянь сколько и наверно с той стороны тоже да там вроде тишина а здесь видишь какая меткость белки в глаз а в этом экзоскелете представляешь бежать нельзя ужас ужас в этом экзоскелете оказывается нельзя бегать блин с них даже деньги не падают ради ради прикола то можно было бы хотя бы какую-нибудь денежку с них до получать вот тебе пожалуйста вот тебе экзоскелет все переносимого веса не хватает давай золотая рыбка плюс 10 килограмм в принципе то что я сейчас здесь собираю особо мне наверное уже не нужно надо только аптечки да единственное что понадобится бинтик вернуться за своим снаряжением а то есть снаряжение окончательно не лишился мне его вернут хорошо возвращаемся тогда ну я в бункере управления монолитом о долговцы мне честь отдают ничего себе каждый будет честь отдавать да смотри как интересно прикольно да почему не отдаем честь боец нормально класс ну что панцир лучше сюда долговец забери сперва снарягу потом возвращайся мы поговорим я вернусь я вернусь заберу и вернусь какой смысл во всем этом на почему нельзя было просто напросто взять с оружием меня пустить ну что ж часть хабара я решил скинуть потому что у меня перевес соответственно мне эту наверное и не надо да так а водки у меня вообще нету да водку наверное возьмем водку берем всегда так экзоскелет пускай лежит охотничий костюмчик долговский бронекостюм с лучшей защитой от укусов порезов вынужден я его скинуть ну это у меня там время набора второй такой попался пускай здесь лежит и в принципе все переносимый вес мне вполне себе позволяет у меня куча всего всеразличных артефактов которые надо бы кому-нибудь продать вот но здесь снова продавать некому как я понял ага вот я и появился здесь блин мне бат радиации что-нибудь еще морской еж пока это не были наемники это была служба безопасности корпорациям знаю это что их было гораздо больше 15 можешь мне не говорить это я тоже знаю и я поступил правильно послав тебе на верную смерть наемник я сберег своих людей мы были заперты в бункере контроля как в мышеловке с одной стороны твой дружок железная морда а с другой СБ GRC а ты реально крут Джон Джо получил ППШ с одним магазином и расчистил нам путь на станцию 1 видал я бойцов но таких да пошел ты не забывай наемник в общем так проверку ты прошел теперь я вижу что ты не работаешь на GRC а это главное теперь отправляйся за рипли принесешь ее КПК и инвертор буду ждать тебе в припяти тебе ясно наемник да да мне в принципе ясно все ну что ждешь выполняй до встречи крен собачий панцирь то да какой действительно и никакой заметочек у меня нету да ничего у меня нет вообще значит в плане задач найти рипли реквидировать рипли найти долгого долговского механика ну и принца домино который я пока выполнить здесь не могу потому что нахожусь на другой территории на а мне надо на северные на северные локации туда хрен попадешь да без инвертора теперь то есть получается вот я здесь вот нырнул с инвертором и оказался вот здесь вот янтаре буфере а так с этой локации перейти сюда куда-либо нельзя вот этот переход куда ведет на росток да нет с ростка тут хрен куда проберешься да 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 ладно хорошо рипли значит ладно пока непонятно что делать на самом деле из заданию меня найти рипли а ее и след простыл рипли последний раз видели на территории атп ну короче это единственная зацепка отправлюсь то на атп а чтобы отправиться мне на атп мне надо будет сейчас во первых выбраться да на чс-1 потом в припять сигануть в припять из припяти полковник панцир что он тут делать непонятно он же он же еще на чс это переход куда выжигателю ну наверно в рыжий лес да а из рыжего леса можно сигануть будет скорее всего и на атп да так что долго мне бегать но побежали вот я и на чс-1 здесь пока тишина никого не видно хьюга жду вас на свалке в тоннеле не задерживайтесь на свалке в тоннеле очень просто перейти на свалку буфер найти там хьюга интересно у него что появился инвертор скорее всего ладно пойдем бтр бтр не понял и кто а понятно они мне вовсе не друзья ну-ка гаусс винтовочка давай да когда же научишься перезаряжаться то а ё-моё да да и надо как-то ликвидировать бтр хорошо что я гранаты запас ой 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 это это еще не все это еще далеко не все еще не шли бтр где-то да хорошо когда то есть такой автоприцел да да стреляет по мне бтр в дожде перелет ха-ха готово 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 что же это интересно было то в итоге что за десант пришел по мою душу нет непонятно так тушеночки с хлебушком отведаем даже можно еще одну баночку но бтр теперь нет ну видимо решили мы не отомстить на службе безопасности GRC и вот направили вот такой вот отряд который должен был меня уничтожить но не тут то было я в припяти мне вот непонятно а что здесь делает полковник панцир он должен меня здесь ждать но только после того как я выполню заказ на рипли а как он тогда впервые впервые меня сюда залез интересно ну-ка зайдем сейчас узнаем так 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 опа святые отцы а кто здесь еще есть Андрей Чея нет здесь никакого панцира видимо просто отметка стоит как напоминание потом значит мы сюда придем он здесь у нас будет святые отцы а вы то чего по всей зоне то разбрелись Че вы в одном месте то не все не не собираетесь интересно мне знать ну ладно пусть они здесь сидят мы спустимся вниз посмотрим что у нас здесь так а правовый барон здесь Ирба что куда все таки пробираетесь святой отец на север сын мой на север а с этим что не в себе человек заговаривается отец мне поговорить с ним наедине наедине мне надо с ним поговорить иди здоров узнал а поп сказал что у тебя крыша дымит я в порядке ну че у тебя да мне рипли нужна рипли черт джон джо хочешь совет держись от нее подальше почему пока сам не понимаю но воняет от всего этого мерзко даже не смертью чем-то похуже а давно ты здесь я ваши вещи брал с хроном это не важно сделал я то что должен был завалил таки железную морду доверую до своих и мы отключим барьер а то уверен что меняющие лица мертв не на все сто против даггера не забалуешь видел оптику какую часть его практически провала наполам видел в оптику и сигнал от него на кпк пропал значит трупу ты не подходил там долго сокрутились пришлось бы их валить сори мы хорошо если ты не ошибаешься говорю грохнул я эту тварь туда ему дорога не как-то я как-то я сомневаюсь что ты мог грохнуть железную морду смотри-ка отец виталий то ушел да дал поговорить наедине классно а где же остальные монахи то и отец условились встретиться здесь подождем еще немного на поиски двинем а с молохом что оклевался молох отправился ковцу рай искать дожибался я в поиске думал одно оно вон и как вышло бывает очень бывает бывает к сожалению бывает так о патрончики к даггеру ну в принципе то пойдет смотри какая красота прямо мне на пути встретилось что это лунный свет да красиво так еще покатился такое ощущение как будто зоны мне артефакт подбрасывает я на атп потом мы с тобой перейдем соответственно на армейские склады с армейских складов перейдем мы в бар ну а с бара перейдем на свалку да и там встретимся уже с юга но это будет попозже пока давай посмотрим не видел ли кто-нибудь здесь на тп доктора рипли это очень важно ну и не мешает починиться сразу же я хочу сказать вот это однозначно я бы хотел починить свое вооружение как у тебя с тарифами долговский жетон можешь не показывать бесплатно я ничего чинить не собираюсь ну понятное дело кто мне зачем мне только дали этот долговский жетон ни к чему вообще ну и давай давай тебе немножечко продадим всех вот этих вот штук всяких да вот вот это почему-то не продается ну ладно недостаточно денег но видишь берет по пол лямчик только лишь вот торговать торговать ну эти пускай пока остаются да вот итого у меня миллион триста много да дофига дофига и больше в общем-то офигеть сколько давай заглянем сразу в бар бар у нас по-моему здесь да да так мужики вы не разговаривайте фури кроме тушенки ничего больше не было да кто его знает ты про что-то конкретное спрашиваешь ящики из нержавеющей стали были ящики захар со скряг какие-то дела еще вёл может быть оттуда и из их темы да может быть найти скрягу блин ну эти ящики теперь хрен найдешь помнишь мы их с тобой видели в тоннеле в рыжем лесу вот а где же мне искать скрягу найти скрягу будет легко если узнать где расположена база свободы в теперешних условиях на теперешних условиях на атп база свободы разве нет вот ну как бы я пока не наблюдаю здесь в контактах базу свой этого скрягу да пока пока не совсем понятно да уж ну придется повозиться придется побегать поискать это от этого никуда не денешься пойдем с главарем поговорим может он что-нибудь про скрягу скажет так ты молчишь о а ты кто такой подожди доктор степной здравствуйте джон джо степной облик у вас какой-то не советский степной фамилия или прозвище местные переначали мою настоящую фамилию степан карл степан так секунду вернер степан эсэс унтер шарфюрер ваш родственник это мой отец ну теперь ясен интереса вашей группы к нацистским документам избил лаборатории хваленая тевтонская сентиментальность да отец погиб в этих местах похоронное извещение датировано 13 декабря 1942 года там написано погиб в бою с бандитами бандиты это думаю партизаны у меня сомнения по причине смерти вашего отца Карл скорее всего он был расстрелян за нарушение режима секретности у вас у вас есть какая-нибудь информация касающаяся моего отца верно рассыпано да есть я могу вам ее предоставить что вы хотите взамен я все понимаю и готов обсудить разумную цену тысяча евро либо информация ну давай информацию денег у меня хватает ценой будет информация меня интересует доктор Рипли кто он на самом деле и где ее искать где она я не знаю Рипли я видел ее истинное обличие Джон Джо что вы этим хотите сказать она не человек а кто же скорее всего рептилия разумная инпланетная рептилия что за чушь инпланетный ящер прибыл на землю и ищет документы о ненербе документы ключ к меняющему лица я многого не понимаю сам но Рипли говорила что из документов возможно станут известны точные координаты ковчега а как связаны меняющие лица и ковчег точно не скажу не скажу как я понял ковчег это его дом ковчег это его дом что это значит самое простое что приходит в голову он в нем живет шутка такая нет теперь и ваш выстал да разумеется вот держите это последнее письмо вашего отца ну и отдали мы соответственно письмо да доктор Рипли оказывается рептилия да ладно может она это королева чужих златич наеме погоди есть работа как раз для тебя так сейчас погоди там по-моему свободу свободу в глушат вот и все понимаешь ли жив что интересно расскажешь не в курсе да ты никаких событий блин ну точно доктор Рипли королевы чужих ксеноморф прибыл сюда ха 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 жесть не человек ведь рептилия привет ну слушаю вынял охотников в лагере нет не они точно здесь на территории в общем нанял я охотников тварь неуловимую грохнуть а волхаки эти уже третьи сутки по лагерю без дела шарахаются а что за тварь ящер да не собака собака пацаны окрестили ее в собаку баскервиле злобная опасная тварь пацаны и так при деле лагеря держат вот она нанял охотников со стороны и все дело и не туда и не сюда соображаешь старшой им нужен так сказать отряд возглавить возьмешься сколько лучи успеха 30 штук ну давай попробуем хорошо по рукам я в общем то не против уж 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 там в конце концов пойдем искать этих охотников где не тут да в баре небось водку глушен да где им еще окаянным быть то сто процентов так меня зла на помощь прислал не похож ты на охотника браток как действовать собираешься отслеживаем тварь уничтожаем план то супер и как мы сами не догадались потом пошутим давай мужики начинаем ну и все вперед 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 давай троица собака говорит баскервилли какая-нибудь ну-ка посмотрим как она против наших метательных ножей заблокирована еще одна фура стоит а ты помнишь да у нас эти ножи хорошо ваншотят любую живность ну там против псевдогиганта не обещаю а вот против кровососа или собачек это прям пожалуйста это прям то что надо кстати говоря они почему-то мне нейтралы свободы с ними все друзья кроме вот этих вот двух но они одиночки понятно да в принципе златище говорил что нанял их метки на карте нету куда идти то так что давайте мужики видите что тут у вас за собака баскервилли окей ага лая уже слышу а вот она смотри да какая-то необычная смотри тихо а ну вот и все да реально ваншот но это я еще промахнулся так бы а так бы и свободно бы с одного удара ну пойдем тридцаточку получим так сколько мы там сейчас тысяча триста девять вперед ну все злаич задание выполнено замочили тварь ну отлично держи деньги до встречи до встречи тысяча триста тридцать девять ну что все мужики тогда больше здесь с вами никаких дел я поделать не могу ну да получается да все отправляемся тогда в бар потом на свалку опа а в баре что-то намечается бандитов слышу хорошая музыка рипли вот она рептилия да силы мысли сколько раз два три четыре пять шесть семь человек хренакнуло и все как ничего не бывало бачка бачка ковцур его банда надо брать внимание все с ппш да со шмайсерами ну я тебе говорю тут где-то видимо схрон оружие времен Великой Отечественной войны и вот соответственно они тут все потырили ковцуровские то нашли все так остался рюксак после этой риплия ищешь встречи со мной плохой парниша если не испугался спустись в биолабораторию да не забудь о защите любящей тебя риплия о как она еще и кокетничает ну что понятно значится биолаборатория еще у нас намечается но это мы будем уже в следующий раз сделать следующей серии эту я буду я заканчивать вот в следующей серии мы пойдем туда к югам зайдем на свалку и заглянем тогда еще к рипли в биолабораторию посмотрим что он нам скажет внеземная рептилия как казалось ну хотя бы не ксеноморф да не королева чужих как я предполагал а вот яйца которые были коконы лежали в биолаборатории я думаю что это ее ругнело это точно ее потомство ну ладно это конечно шуточки все огромное спасибо всем кто досмотрел данный ролик до конца комментируйте ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал до новых встреч всем пока пока